Пара евро-доллар на торговой сессии в среду возобновила восходящее движение. Драйвером подъема на этот раз стало заявление в Financial Times Deutschland, статья о том, что после выборов в Греции европейские лидеры могут ослабить требования по сокращению бюджета в самой проблемной стране региона. Рынок оптимистично отреагировал на эту информацию. Покупки евро с одной стороны и продолжающееся сокращение позиций на продажу единой валюты с другой позволили паре начать восстановление курса и достигнуть максимального уровня на отметке 1.2609. Активным покупкам пары способствовала также и публикация слабых данных из США по розничным продажам, продемонстрировавших снижение уже второй раз в этом году. Позднее в ходе американской сессии сообщение о том, что Кипр также планирует обратиться за помощью к ЕС в целях получения финансовой помощи в объеме 4 млрд евро, остановило дальнейший подъем валюты и развернуло пару на коррекцию. В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение восходящей коррекции и подъем пары к целевым уровням 1.2609, 1.2624, 1.2665 и далее к 1.27 и 1.28. Пара фунт-доллар в течение последней недели безуспешно пытается преодолеть ключевой уровень сопротивления продавцов 1.56. Однако медведи довольно стойко держат оборону, отбрасывая валюту уже на подходах к этому уровню. Тем не менее покупатели британской валюты сохраняют оптимизм, используя откаты пары для возобновления покупок. В такой динамике британский фунт провел большую часть вчерашнего дня, балансируя в диапазоне ограниченном уровнями 1.5590-1.5540, но сохранить нейтральную позицию все-таки не удалось. Информация о росте стоимости кредитования итальянских гособлигаций выше 6%, наряду с ослаблением производственной динамики в Германии продемонстрировали усиление экономического спада в еврозоне. Обострения ситуации в центре Европы отразились и на позициях британской валюты. Курс пары резко пошел вниз, достигнув на закрытии дневных торгов минимального уровня на отметке 1.5504. В нашем сегодняшнем прогнозе ожидаем возобновления подъема курса британской валюты первоначально к уровню дневного разворота 1.5535, а после его пробоя к ценовым уровням 1.5564, 1.5589 и 1.5604. Вблизи этого уровня ожидаем разворот пары на новое снижение в направлении 1.5516, 1.5450 и 1.5403. В экономическом календаре четверга Резервный банк Новой Зеландии и Швейцарский национальный банк опубликуют решение по основным процентным ставкам, а также сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, нормативы ставок будут сохранены на прежних уровнях. Новозеландский доллар 2.5%, швейцарский франк менее четверти процента. Будут также проведены пресс-конференции руководителей банков. Еврозона представит в этот день индексы потребительских цен в регионе, а также ежемесячный отчет Европейского Центрального банка. А в статистике США, как обычно, выдат еженедельные данные по количеству первичных обращений с запособиями по безработице и индекс потребительских цен за май. Кроме того, в четверг США вновь приведет аукцион по продаже 30-летних гособлигаций. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе прогнозы. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин